Мы говорили о том, что Рабаш находился на очень высоком уровне, и другие души, вы сказали, что в конце концов все объединяется в одно. Я хотел спросить так. Высокая душа, она понимает все эти состояния, и не... А почему ты думаешь, что это одно к другому не относится? Ты считаешь, что праведник не страдает за других людей? Он их чувствует как своих собственных детей. Ему нет дела... Он понимает это состояние? От того, что он понимает, так что? Он страдает или нет? Это он от голода страдает? Это тебе кажется в твоем эгоизме. Он так не думает. Он понимает ее страдания. Он находится в ее страданиях и понимает здесь свои. Что ты думаешь? Ах, как ты думаешь? Хорошо, что они страдают. Хорошо, что они страдают. Может, они что-нибудь поймут. А потом они еще будут сильнее страдать. Нормально. Лучше поймут. Лучше усвоят урок потом. Глупости. Это и называется судить в меру своих неисправленных свойств. Чем человек выше поднимается вверх, если это действительно подъем в отдачу, он больше страдает за других. А не может сказать, а потом это чем-то покроется. Нет. Он чувствует их страдания именно там, где они находятся. Более того, это точно так же, как родители страдают от того, что болеют их дети. Это не так, как ты говоришь. Хорошо прийти к такому вот страданию.